Взрослые и юные прихожане храма в честь Архангела Михаила, села Михайловско-Куркинского района Тульской области, по завершении воскресной божественной литургии приняли участие в приходском фестивале постной кухни. Этот фестиваль изложил преснопамятный Архимандрит Лавр Тимохин. И от Божьей милости мы продолжаем это дело, обращаем взор людей на то, что постом тоже можно очень много каких рецептов изучить, приготовить много интересных блюд и тем самым как-то разнообразить постный стол. Понятно, что еда в посты все же не совсем основная, но тем не менее это наша неотъемлемая часть. Поэтому очень приятно, когда собираются прихожане, когда у них просыпается энтузиазм, интерес, они изучают какие-то рецепты, делятся ими, приносят красивые изделия съестные. Мы все это благословляем и тем самым делимся таким опытом, такой радостью, тем самым подкрепляя себя в дальнейшем движение постного времени и стремимся к тому, чтобы таким образом наше единение души и сердец было все же одинаково. И мы таким образом достигли прекрасного пристанища, прекрасного праздника Пасхи Христовой. Традиции православной кухни складывались веками, на протяжении которых верующие христиане садились за стол с молитвой, благословляя ястие и питье, и благодаря Бога за его щедроты. Великий пост – это время, в котором мы можем сбросить в себя все то, что нас омертвело. Поэтому пост духовный преображает душу, а пост в еде – тело. И все это служит одной целью – укрепить в себе способность жить в гармонии с Богом и в радости, к которой нас призывает Господь. И я хочу выразить огромную благодарность отцу Тимофея, матушке Надежде, за их труды в храме, за то, что они устраивают такие праздники и объединяют всех нас. Прихожане храма и воспитанники воскресной школы представили множество интересных постных блюд, приготовленных своими силами в домашних условиях, показав, что православная кухня – это многообразие вкусов и тайны забытых христианских блюд, приготовленных с любовью и молитвой. Какое дивное волнение в душе смиренной чистота, когда приходишь на моленье в одни Великого Поста. И улетучится тревога, а голос сердца учит нас, всегда надеяться на Бога, душой слышать Божий глаз. Совместная трапеза после общей молитвы дает понимание того, что пост – это не голодание, а время, помогающее возродиться как духовно, так и физически. Тем более, что остаться в пост голодным невозможно, так как церковь разрешает в это время вкушать грибы, всевозможные овощи, фрукты, крупы, хлеб, макаронные изделия, мед, варенье и многое другое. Примерно два месяца назад мы начали посещать этот храм. Первый раз в жизни мы постимся. И нам удалось попасть на этот прекрасный фестиваль, где мы принимаем тоже участие. Приготовили вкусную постную пиццу, где дети и муж помогали. Готовил я. А дети нам помогали. Мне понравилось в храме. И да, вообще офигенно. Даже самым строгим постом бывают большие праздники, помогающие человеку понять, что утешив сердце молитвой, после богослужения он может утешить и тело, сохраняя при этом духовную радость. Таким образом, трапеза великим постом не должна быть скучной. Ведь это не просто прием пищи, а возможность собраться за общим столом, чтобы в добром общении с родными, друзьями и гостями ждать светлого Христова Воскресения.